Академическое искусство практически в отпуске. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город Эсс. С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня представители Самарского Академического Театра оперы и балета, Марина Шапкина, режиссер и Александр Шевченко, заведующий постановочным цехом. Здравствуйте еще раз. Ну, буквально неделечка остается, да, разделяет вас от долгожданного, наверное, отпуска и самое время вспомнить нам, каким же был сезон, потому что были громкие премьеры и вот последнюю хочется очень вспомнить как раз премьеру Леди Макбет Муценского уезда, да, такая прозвучавшая, прошумевшая. Как работалось, что больше всего в душу запало? Марин, вы вот чем этот год 2015-2016 сезон будете ассоциировать для себя? Такое насыщенное время было, год насыщенный как никогда. И гастроли, и премьеры, и фестивали, и много-много-много всего, ну, наверное, по порядку, да, если начнем с последней. В театре нельзя говорить последней, крайней. Крайней, конечно. Дай бог не последней. Леди Макбет, опера Шостаковича. Конечно, для нас это очень был сложный материал. Это материал, который впервые ставится в театр опербалета нашим. Опера Шостаковича очень сложна и музыкальна. И, в общем, были такие сомнения, будет ли публика ходить, потому что... Даже так? Несмотря на то, что последние, по-моему, годы, во всяком случае, после, да, открытия, после реконструкции, вообще каждый день овралы и на люстрах люди висят. Да, дело не в этом. Материал сложный, и люди, в общем, хотят праздника, развлечения. И это материал, конечно, такой более темный. Это драма, по драме Лескова. Тяжелый, да. Тяжелый к восприятию. Но, к счастью, вот поработав с режиссером, режиссер Георгий Исаакян был. Прекрасный режиссер, который смог не усилить чернуху самого произведения. То есть очень все культурно, аккуратно было сделано. И вот, и могу от себя сказать, и от актеров, которые ходили на репетиции, что не было, наверное, ни одной репетиции, на которой не хотелось бы идти. То есть было очень интересно, и не было ничего, ну, чтобы отталкивало нас от данного материала. Как-то было так подано и сделано. Получился очень хороший спектакль, и я приглашаю зрителей приходить на этот спектакль, что это очень интересно, и они не пожалеют. Спектакль действительно великолепный. Я знаю, что большая очень велась работа и всех, и цехов, и всего вспом состава театрального. То есть, ну, практически весь театр трудился над созданием. Саша, как это происходило с точки зрения технического воплощения? Потому что, понятно, артисты учат свои партии, да? Работа идет, это одна стезя. Что происходило вообще в театре? Как театр участвовал в целом? Театр на самом деле был занят практически весь, я имею в виду, постановочные, производственные цеха, потому что костюмы на этот спектакль изготавливались именно у нас, в наших мастерских, и они очень яркие такие, несмотря на то, что спектакль, ну, тема спектакля такая мрачноватая. А костюмы очень яркие получились, очень красивые. Декорации изготавливала фирма «Сценический портал». Ну, как и везде, как и всегда так бывает в таких случаях, кое-что переделывали уже на месте, но это такие мелочи. Да, это уже такие мелочи на самом деле. Вот. Работать было, на самом деле, очень интересно. И с декорациями, и с костюмами, и с режиссером. Здорово получилось. Вы сказали, что было в этом году много еще гастролей. Давайте припомним, наверное, куда ездили, да, и какие призы завоевывали, потому что фестивалей тоже было много, какие-то в Самаре проходили, какие-то, наверное, на выезде. Да, ну, начнем с начала сезона. Да, с... В конце сентября мы поехали на 17-й международный бангкокский фестиваль музыки и танца в Таиланд. И мы возили туда оперу «Князь Игорь», оперу «Тоска» и концерт. Как культура тайская и вообще люди принимают русских? Мы же совсем разные. Очень великолепно нас приняли, очень тепло, помогали нам при разгрузке, монтаже декораций, в проведении спектакля, очень помогали нам, потому что спектакли, декорации этих спектаклей, что «Князь Игорь», что «Флория Тоска», они объемные. Мы отправляли туда 4 40-футовых контейнера и 1 20-футовый, то есть 5 контейнеров. С самолетом? Нет, поездом и морем. Поездом декорации раньше уехали, чем мы. Декорации мы отправили еще в июле месяце, а сами приехали 1 октября. Ничего себе. Само предприятие фантастично было по замыслу сначала, а потом уже... Это просто какой-то глобальный переезд. Ну, я бы не сказал, что глобальный переезд. Вот, например, немножко отступлю от темы. «Пиковую даму» спектакль, который мы возили на «Золотую маску». Наш спектакль номинирован был на «Золотую маску» в 5 номинациях. Так только один спектакль занимает 4 40-футовых контейнера. О «Золотой маске» поговорим еще отдельно, что отдельная тема. Хочется к Таиланду вернуться. Посмотрите, «Князь Игорь» – это помимо того, что опера на русском языке поется, она еще и историческая такая прям... Это история России, по сути, да, воплощенная на сцене. Как это вот, опять же, как это принималось, как это происходило там, и какая отдача была от людей, которые это посмотрели? Это были только тайцы или туда еще кто-то приезжал, кто тоже смог посмотреть? Ну, я не могу так однозначно сказать, что там были только тайцы, потому что там на одном из спектаклей, по-моему, даже на «Князь Игоре» присутствовала принцесса. Таиланда. Да, это на самом деле так. Фестиваль под патронажем «Королевского дома». «Королевского дома». На одном из спектаклей была «Принцесса». Премьер-министр Таиланда тоже посещал наши спектакли. Публика очень тепло приняла, ей понравилось. Ну, на русском языке это не беда, есть титры. Титры общие так... Титры были на тайском и на английском языке. На тайском и на английском языке, да, были. То есть господин Уберо, это организатор вот этого фестиваля, он, наверное, не зря выбрал вот эти вот два спектакля «Князь Игорь и Флория Тоска», потому что «Князь Игорь» такой патриотичный русский, чтобы познакомить тайскую публику с... Яркая экзотика была. Да, 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 на самом деле. Увидеть богатырей в костюмах. Конечно, я говорю, это же совсем прям история России получается. А вы что-то посмотрели, то есть тайцы что-то с вами показывали, то есть я имею в виду сравнительный вот такой творческий анализ искусства русского и искусства тайского, а у них же тоже совсем все по-другому выглядит. Нет, мы не успели, у нас сроки пребывания были настолько сжаты, что мы практически вот приехали 1 октября, а 4 у нас уже был первый спектакль. Если я не ошибаюсь, 4 или 3. Ну, то есть у нас между спектаклями были сутки всего. То есть, допустим, 3 октября мы показывали «Князя Игоря», а 5 октября мы уже показывали «Флорию Тоску». На следующий день был уже симфонический концерт, то есть нам надо было срочно ночью разобрать декорации, упаковать их, сделать таможенное оформление и отправить их. Слушайте, это вот два с лишним месяца туда шли декорации, чтобы вот один день там, получается, поиграть. Не один, три дня. Ну, я имею в виду один спектакль, один день, другой спектакль, один день. Ну, это того стоит все-таки. Какие-то еще масштабные вот такие авантюры, я бы даже сказала, не проекты, планируются, может быть, в Индию куда-то? Да мы с удовольствием. Мы бы очень хотели, потому что это настолько бодрит коллектив во всех смыслах. Мобилизует, бодрит, да. Исплачивает коллектив. Вот эти вот выезды, поездки, на гастроли, конечно, люди раскрываются с лучшей стороны. Слушайте, а как дело было с разницей во времени? Сколько у нас с Таиландом? Я имею в виду, вот наши солисты говорят, что у них голос просыпается в определенное время, и до этого времени он спит, и как бы ничего с ним не сделаешь. То есть там получалось вот с этим как-то скорректироваться? Марина Владимировна ответит, она режиссер оперный, она больше знает эту тему. Ну, не настолько там разница не раньше, чем в Самаре, а, по-моему, на пять часов. Позже. На пять часов позже. Ну, как же позже? Раньше. У них рассвет наступает раньше. Ну, ладно, извините. Ничего страшного. Я к тому, что как адаптировались, потому что голосовой аппарат, он же тоже зависит и от воздуха, и от того, насколько человек действительно выспался, не выспался. То есть вот такие климатические даже... Большая важность была. Конечно, наши артисты, особенно исполняющие главные партии, они очень береглись, они очень серьезно подошли к этому. И некоторые артисты, которые за главных партиях участвовали, они даже до оркестровой репетиции, они не выходили из номера практически. То есть они готовились серьезно, потому что это ответственность большая. Тем более, когда нет дублера. Даже у космонавтов есть дублеры, а у нас не было, поэтому у нас... Да, без вариантов. Без вариантов, да. Из-за одним составом. Ну, как-то все-таки адаптировались, и все прошло, слава богу, хорошо. Наверное... Ну, помимо Таиланда, помимо Таиланда, наша труппа балетная ездила еще на целый месяц в Мексику с балетом «Щелкунчик». Боже мой, какие интересные страны. Таиланд, Мексика. Первый раз на американском континенте, да. Тоже произвели... Ну, фурор это, наверное, громко сказано, но публика принимала очень тепло, очень хорошо, всем очень понравилось, вот. Ну, это что, наверное, никогда в Мексике русского балета не видели. Ну, большой наверняка ездит. Большой, может быть, Новосибирск, может быть, Екатеринбург, Пермь. Но мы выезжали туда впервые. В России вообще же получается по пальцам пересчитать, да, такие вот масштабные театры, как вот наш театр, как большой театр. Вот вы говорите, Екатеринбург, Новосибирск. Или, ну, как вот, между собой же наверняка есть такая информация. Много таких театров, которые могут себе вот позволить такие глобальные путешествия? На 17-м фестивале в Таиланде перед нами выступал Новосибирский театр оперы и балеты. Они привозили туда свои спектакли. А после нас тоже, по-моему, какой-то один из наших театров привозил, показывал свои спектакли. А так, судя по программке, вот мы смотрели эту программу фестиваля там из Австралии, из Чехии, из Аргентины, из Германии. То есть весь мир, вот этот фестиваль, проводится большая работа, они ездят по всему миру, отбирают спектакли для тайской публики, вот для этой. Вот о сцене мы с вами начали говорить, да, о том, что сложно найти сцену, которая соответствовала бы сцене, которая сейчас есть у нас, которую владеем мы. Насколько вот эти моменты решаются, решаемы ли они все или не все, не каждый спектакль, да, можно, получается, вывести? Я начну немножко издалека по поводу сцены. Сцена нашего Самарского театра оперы и балета, она является одной из лучших по оснащению, не побоюсь этого слова, вот в России. Оснащение сцены, возможности этой сцены просто, можно сказать, уникальны. И прежде чем вести какой-то спектакль куда-то на гастроли, ну, независимо, по стране или там за рубеж, нам надо адаптировать спектакль, потому что все спектакли созданы в нашем театре, они созданы именно под нашу сцену, сделаны. Ну, конечно, возможности позволяют. Да, возможности сцены, да, и развес декораций, и там плунжера двигаются, ходят, и вообще размер сцены тоже имеет огромное значение. Опять же, возвращаясь вот к Таиланду, мы приехали в Таиланд, сцена у них большая, но она широкая и неглубокая. Вы понимаете? И поэтому перед поездкой в Таиланд мы отправляли двух специалистов в Бангкок именно. Они ездили за полгода до этого, изучили возможности тайской сцены, именно вот этого культурного центра. И тогда мы уже проводили работу по адаптации наших спектаклей под ту площадку. То есть и развес переделывали, и свет перенастраивали. Ну, получается, Марин, вот как режиссер, получается, что и география, да, меняется у актеров в каком-то смысле спектакля? Ну, нужно сделать все так, вот задача постановочного цеха, чтобы география как раз не менялась. Потому что это нонсенс, сохранение рисунка авторского мизанцен, от этого никуда не деться. Это должно быть все точно. Нужно создать такое пространство, которое будет напоминать родное. Вот, собственно, в этом-то и заключалась сложная задача наших технических служб, и это удалось. Мы с честью с ней справились. Спасибо большое всем специалистам нашего театра, которые принимали в этом участие. Достойно провели гастроли. Вы, извините, я вас перебью, Мария, раз мы начали говорить о результатах 85-го сезона, то я хочу еще добавить, Марина Владимировна немножко скромничает, у нас в театре состоялась премьера постановки, которую сделала Марина Владимировна Шапкина. Марина Владимировна, что же мы молчим? Что же мы не говорим об этом? Это опера «Ай да балда». Да, это опера для детей, можно сказать, для семейного просмотра даже. До этого у нас в обновленном театре шли мюзиклы, ну, под фонограмму «Минус». Ну, в оперном театре, конечно, должны быть произведения для детей, которые идут под живой оркестр. Потому что, ну, где дети познакомятся еще с оркестровыми инструментами? Только вот на таких сказках. Потому что в других театрах нет живого оркестра. И приятно было видеть, когда дети перед началом спектакля и в антракте, вернее, после окончания спектакля бегут к оркестровой яме посмотреть инструменты. Ну, спектакль мы старались делать яркий, солнечный, праздничный. Все-таки это Пушкин, по Пушкину написано. И музыка там достаточно симпатичная, образы получились симпатичные. Так что приглашаем наших зрителей на эту сказку для семейного просмотра. Это уже в новом сезоне получается, да? Как раз пока немножко затронули. 7-го числа, 7-го июля закрывается сезон в Театре оперы и балета. Чем закрываете сезон? «Пиковой дамой». «Пиковой дамой». Вот мы возвращаемся как раз к разговору о том, что этот спектакль был номинирован в пяти номинациях на национальную премию «Золотая маска». Давно же, да, по-моему, театр не был номинирован? Да никогда он не был номинирован. Никогда даже, да. Я думала, просто, может быть, в до-советских каких-то временах. Нет, мы впервые вывозили. В до-советских временах не было «Золотой маски». Да. Вот. Ну, съездили. Мы открывали этот фестиваль 4-го февраля. Открывали оперы «Пиковая дама» в постановке Михаила Александровича Панджавидзе. Открывали этот фестиваль «Золотая маска». Публика тоже достаточно тепло приняла, несмотря на то, что там… Ну, естественно, критики, естественно, там всякие разные мнения высказывались по этому поводу. Ну, в общем-то, здорово. Слушайте, ну, вы произвели фурор, и когда в Москву поехали, и потом еще флешмобами пошел еще театр. Это очень здоровская штука, потому что весь интернет гудел. Перепостивали люди со стены на стену, присылали сообщениями. Это чья была вообще задумка? И как это люди, сами артисты, они вот как сказали «Ой, да, мы за!» То есть, или как это было? Это был коллективный замысел. Замысел? Да, потому что сейчас время не стоит на месте, движется вперед. И, в общем, средства информации тоже. Конечно, это такая и реклама театра, и такой выход в народ, когда не только зрители могут прийти к нам посмотреть какой-то спектакль, а часть спектакля может пойти в народ. У нас был не только этот флешмоб, который стоялся на Павелевском вокзале, там мы исполняли фрагменты из оперы «Снегурочка», но и здесь, уже в Самаре, до аэропорта, у нас еще был флешмоб на железнодорожном вокзале. На железнодорожном вокзале, точно. Мы исполняли отрывок из северского цирюльника. Флешмоб, который был на вокзале, был посвящен юбилею железных дорог. Ну и, собственно, юбилею театра. Мы о себе тоже не забываем, у нас юбилей. В этом году было 85 лет театру. А Курумач, мы выступали, это уже балетный был флешмоб, вернее, не совсем балетный, у нас сначала выступал музыкант оркестров, потом выступал балет, хореографическая школа и наш балет. Вы как-то договаривались с этим, просто вокзал, аэропорт, это такие вещи? Это сложная работа, это проход через металлодетектор, без коктейля. Нет, обязательно, конечно, разрешение надо получить на все, на это на все. Еще какие-то планы на следующий год, еще флешмоб, еще куда-нибудь пойдем? Да планов громадье на самом деле, лишь бы они все осуществились. Я еще не сказал про то, что в 85-м сезоне у нас было много других премьер, помимо Айда Балда, помимо Пиковая Дама. Пиковая Дама, она была в 84-м сезоне, но... Ну, с нее начинали, как бы, да, получается? И заканчивали 84-й сезон. А первая? Волшебная флейта была в начале декабря. Волшебная флейта 9 декабря, да, первая премьера, была эта волшебная флейта в постановке Панджавидзе на музыку Моцарта. Спектакль идет на немецком языке, это такая рождественская сказка для детей. Но, опять же, там немножко все как по-другому. Зритель сидит на сцене, а все действие происходит в зале. И опера сделана на малый зал. На малый зал. Это очень интересно, потому что большая опера. Получается, зрители, когда заходят в зал, они, во-первых, видят все это изнутри. Вот посадка оркестра, вот здесь декорации, вот здесь реквизит. Все это они видят, могут потрогать. Актеры очень близко к зрителю. Да, затем, когда спектакль заканчивается, и в антракте тоже зритель спускается. Ряды стоят лесенкой на сцене. Зритель спускается, опять же, он может и реквизит потрогать, и сфотографироваться, и с актерами там пообщаться. После спектакля. Слушайте, ну получается, вот у нас театр оперы и балетов, несмотря на то, что театр академический, говорят, что именно опера и балет – это такие особые виды искусства, такие устоявшиеся, с жесткими корнями, какими-то стержнями. Получается, что вы одни из самых вот как раз новаторов в любой творческой области, и такие открытые к экспериментам, к новым формам. Но это идеология театра, она вот такая стала? Или это люди, которые в нем работают? Вот вы сами такие новаторы, и вы стараетесь привносить это в современное творчество, в современное искусство? Здесь все вместе. Все, да? Все вместе. И люди замечательные работают, и концепция поменялась немножечко. Мы стараемся в ногу со временем идти, быть ближе к веяниям каким-то современным, чтобы привлекать зрителей. А вот 25-го числа, опять же, на малой сцене у нас состоялась премьера детской сказки «Сказочный ларец». Настолько яркая сказка получилась и в костюмах, и в декорациях, и дети с открытым ртом просто смотрят ее. Эта сказка необычна тем, что все было сделано буквально с нуля. Если делая какую-то оперу или детскую сказку, мы берем готовый материал уже, то здесь готового материала не было. Здесь композитор специально сочинял музыку, здесь либреттист специально сочинял либретто. И, в общем, это произведение уникально этим. То, что оно было создано и показано только в нашем театре, и создано специально для нашего театра. Слушайте, великолепно. Какие интересные вещи. Все изготавливалось у нас, и декорации, и костюмы. Все это изготавливалось в наших мастерских. Мастера у вас тоже великолепные, да? Вот что люди тоже подбираются. Часто, когда приезжаем к вам в театр, как раз по поводу костюмов, разговариваем с вашим специалистом по шляпам, который делает совершенно уникальные какие-то вещи. С декорациями, с какими-то прибамбасами, не вспомняя другого слова. Тоже такой у вас человек-трудец работает, который уникальные совершенно вещи делает? Да. И даже не один. И даже не один, да. Там цех тоже целый. Да, и руководитель этого цеха, Пыриалин Александр Юрьевич, он человек уникальный. Который изготавливает? Да, из ничего. Практически из ничего. Вот у нас есть спектакли, которые сделаны, вот, как это у нас говорят, на подборе. То есть специально для них ничего не изготавливалось. Это зашли, подобрали костюмы в старых запасниках, подобрали реквизит, подобрали, и спектакль получился тоже такой яркий. Это я говорю сейчас о медведе. Медведь был сделан вот так вот, чистый. Честно. Усталость есть от сезона? Устали? Есть перенасыщенность какая-то эмоциональная. Потому что у нас работа связана с очень большой выкладкой эмоциональной. И нужно это где-то подпитывать. Ну, не то чтобы, я хочу сказать, что мы уйдем в отпуск, все забудем и начнем где-то. Ну, просто немножечко эмоционально как-то абстрагироваться, чтобы с новыми силами начать новый сезон, на новой волне. Ну, отпуск это не значит, что театр закрывается на замочек и уходит. Театр продолжает работать, потому что часть специалистов уходит в отпуск. Труппа, балетная, оперная, хор, оркестр, они все уходят в отпуск. А технические службы, они продолжают свою работу, потому что это и техническое обслуживание, механизация, освещение. В основном, конечно, уходит в отпуск творческая часть. Творческая часть. А технические цеха, они уходили в отпуск по очереди в течение сезона, чтобы театр ни на минуту не переставал жить, функционировать. Отпуск летом хорошо? Быстро? Близь такой? Конечно. Поедете куда-нибудь? Хотелось бы, хотелось бы. Море, море, оно ждет нас уже. Я прям увижу по вам, что море вас уже ждет. Спасибо вам огромное, что пришли. Сезон был действительно очень интересный, насыщенный. И я думаю, что 86-й сезон будет не менее каким-то уникальным и порадует нас новыми премьерами. Со зрителем прощаюсь. До следующей пятницы. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!